Вопрос о том, кто сильнее волк или собака, давно стал почти философским. Безусловно, серый лесной хищник является прирожденной машиной для убийств, который в своем арсенале имеет не только клыки и грубую силу, но и обладает острейшим умом. Друзья, ну а если мы скажем вам, что на свете есть такие породы собак, с которыми заблудиться в лесу не так уж страшно. Собаки, которые способны справиться с лисой, волком, а также здоровенным медведем. А раньше с такими собаками и вовсе охотились даже на льва. Итак, встречайте пятерку самых больших и опасных собак России. Кангал. Считается самой древней породой, проживающей на территории современной Малой Азии. Корням история этой породы уходит аж в древний Вавилон третьего тысячелетия до нашей эры. Основными направлениями деятельности данной породы является охрана и охота, а также выпуск скота. Но вопреки распространенному мнению, пастушьей работой предки Кангала занимались мало. То есть они охраняли стадо, но другую пастушью работу не делали. А вот в охоте Кангалам не было равных. В Лондонском музее по сей день имеется каменная табличка с выбитыми на ней рисунком, на которой изображена охота предками Кангалов на львов. Алабай. Эта собака известна людям с древнейших времен. В них присутствуют гены боевых псов. Представители этой породы прошли жесткий естественный отбор и дошли до наших дней, практически не изменившись внешне. Среднеазиатская овчарка входит в группу сторожевых пород. В наше время Алабай используется на охране территории в качестве пастуха, а также при выпасе домашнего скота и для перевозки грузов. Алабай при всей своей любви к прочим членам своей стаи выберет хозяином единственного человека и будет предан ему прям до конца. Эта сильная и отважная собака с твердым характером и собственным мнением обо всем происходящем. На просторах южной степи России вокруг казахского хребта зародилась древняя порода собак. Кавказская овчарка или как ее еще называют северокавказский волкодав. Мощный быстрый пес с бойцовскими качествами. Он был способен уберечь любое поголовье скота от набегов хищников. Суровый климат региона изменил внешний вид породы, а частые военные конфликты повлияли на ее характер. И вчерашний пастух превратился в первоклассного солдата и охранника. Верные и преданные хозяевам кавказской овчарки будут стоять на страже спокойствия и с ними не страшно даже заблудиться в лесу, ведь недоброжелатель обязательно будет устранен. Эти мощные животные были распространены в Средней Азии, Бурятии и Монголии. Бурят-монгольский волкодав считается универсальным солдатом в быту. Собака охраняет дома, скот участвует на охоте, а также нянчает за детьми дома. Бурят-монгольский волкодав нуждается в общении, а заводить эту породу и не уделять собаке время значит обрести пса на несчастную судьбу. А вот кого действительно любят волкодавы, так это детей. Эти огромные собаки никогда не обидят маленьких обитателей дома. Животные этой породы насторожен относятся к чужакам, но пес никогда не нападет без команды хозяина или очевидного провокационного поведения со стороны соперника. Русская борзая. Этот манерный аристократ отличается физической формой и с боевыми навыками достаточными для охоты на быстрых и мелких животных, таких как зайцы, лисы, а иногда даже волки. В ходе селекции борзую сделали высокоспециализированным искусственным хищником, похлеще волка, но по навыкам и способу охоты борзы можно сравнить с гепардом. Кудой, но очень жилистое тело собаки позволяет ей развивать скорость в 90 км в час на коротких дистанциях. Пусть крупнокопытных борзая не осилит, но у кроликов, зайцев, лис, а также волков против свары таких спринтеров шансов практически нет. А на этом все, друзья. Вы были на канале Живность, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять любой комментарий. До встречи!